Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим ботвинью. Ботвинья бывает горячая и холодная. Сегодня я хочу показать, как я готовлю горячую ботвинью. Горячая ботвинья это очень вкусный, легкий летний борщ с листьями молодой свеклы. Для приготовления нам понадобится готовый мясной или куриный бульон, одна молодая свекла вместе с ботвой, молодой лук, молодая морковь, молодой чеснок, зелень укропа, немного картофеля. Картофель в этом блюде нужно использовать старый, так как молодой картофель плохо разваривается. Также нам понадобится 2 отваренных крутые яйца, немного сала или растительного масла для зажарки, томатная паста, соль и черный молотый перец. Доводим бульон до кипения. Чтобы бульон был ароматный, во время приготовления бульона я обычно добавляю зонтик укропа и лавровый лист. Вынимаем укроп и лаврушку, добавляем картофель и варим его до полуготовности. Пока отваривается картофель, приготовим все для зажарки и зажарку для бутвини. Для зажарки нарезаем белую часть лука. Натираем на крупной терке половину моркови и клубень молодой свеклы. Свеклу можно не чистить, достаточно ее хорошо вымыть. Для зажарки все готово. Подготовим остальные продукты. Бутву свекольную нарезаем белой такими крупными кусочками. Мелко режем зеленый лук и укроп. Измельчаем чеснок и крупно режем яйца. В сковороде разогреваем растительное масло или если готовим на столе, то тогда вытапливаем сало. Когда сало вытопится, обжариваем до золотистого цвета лук. Лук подрумянился, добавляем морковь и обжариваем все вместе с морковью. Молодые овощи готовятся очень быстро, поэтому долго жарить не стоит. Как только морковка начнет отдавать свой цвет маслу, добавляем свеклу. В зажарку добавляем столовую ложку томатной пасты. Наливаем 3-4 столовых ложки бульончика. И немного протушим все вместе. Все, зажарка готова. К этому времени как раз уже отварился картофель до полуготовности. Продолжаем варить такими. Зажарку добавляем в бульон. Также в бульон отправляем ботву свеклы. И провариваем ботвинью 5 минут. Через 5 минут, когда ботвинья хорошо прокипит, солим ее и перчим по вкусу. Выключаем огонь. Добавляем чесночок, зелень и отваренные вкрутую яйца. Даем ботвине настояться минут 5. И можно подавать ее к столу. Я надеюсь, что вам понравится такой летний борщ с ботвой свеклы. У меня на этом все. Всем приятного аппетита и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok